Ещё один шаг к расширению дипломатических отношений Кыргызстана со странами Европы. Так, на уходящей неделе президент Садыр Джапаров совершил рабочий визит в Бельгию. Все официальные встречи и переговоры прошли в столице королевства в городе Брюссель. Первым президент Садыр Джапаров встретился с королём Филиппом в формате тет-а-тет. Они обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Бельгией. Состоялся обмен мнениями в вопросах экономического сотрудничества между двумя странами. Что касается экономики, у лидеров двух стран есть что обсудить. Это вопросы расширения торговли, активизация работы в рамках программы ВСП-плюс и сотрудничества в социальной сфере. Ряд экономистов Кыргызстана прогнозировали хорошие результаты по итогам переговоров. В последнее время у нас хорошо продвигается сотрудничество с Бельгией. К примеру, если в 2002 году объём товарооборота составлял 660 миллионов долларов, то в 2023 году он составил 2 миллиарда 300 миллионов долларов. Для нашей экономики важно сотрудничать с Евросоюзом. Мы экспортируем туда золото и агропродукты. Получаем от Евросоюза инновационные продукты. Также к нам приезжают из стран Европы большой поток туристов. В ходе встречи Садыр Джапаров и король Филипп обозначили ряд перспективных направлений дальнейшего взаимодействия между странами. По итогам переговоров глава государства пригласил короля Бельгии посетить Кыргызстан с визитом в удобное для него время. Далее Садыр Джапаров встретился и с президентом Европейского совета Шарля Мишеля. Встреча состоялась в официальном узком и расширенном форматах. Стороны обсудили перспективы торговли между странами, инвестиции и реализации совместных проектов в сфере энергетики, добычи редких металлов, сельского хозяйства и не только. Шарль Мишель подтвердил свою приверженность к дальнейшему углублению двустороннего широкомасштабного сотрудничества, опирающегося на принципы демократии, уважения прав человека и верховенства права, а также экономического взаимодействия. Президент Европейского совета обозначил перспективные направления сотрудничества с Кыргызстаном, такие как энергетика, экологические чистые технологии, транспорт и другое. Касательно энергетики президент Садыр Джапаров затронул вопросы климатического изменения, а также рассказал о мегапроекте строительства Камбаратинска ГС-1. Глава государства предложил присоединиться к реализации этого проекта с учетом стратегии Евросоюза под названием «Глобальные ворота». Садыр Джапаров уделил внимание сотрудничеству в сфере редких металлов. В Кыргызстане имеется 17 важных металлов, представляющих интерес для европейских стран. В этой связи президент пригласил потенциальных инвесторов и финансовые институты к сотрудничеству в этом направлении. Также глава государства проинформировал Шарля Мишеля об улучшении авиационной инфраструктуры Кыргызстана. «Мы видим, как Кыргызстан активно сотрудничает со странами Евросоюза. Мы должны понимать, что это определенный уровень. Евросоюз – крупная политическая организация, которая имеет большую роль в мировой политике. В Кыргызстане проходил саммит стран Центральной Азии и Европы. Нашу страну посещали глава Союза Шарль Мишель и президент Германии Штайнмайнер. Помимо этого, наша страна понимает важные инициативы на международной арене и, соответственно, получает поддержку от мирового сообщества. Все это благодаря тому, что мы активизируем дипломатические отношения». Переговоры завершились подписанием важного для Кыргызстана документа. Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Кыргызстаном и Европейским Союзом открывает для нашей страны еще одну дорогу на мировой рынок и глобальной экономической системе. К подписанию данного документа стороны готовились тщательно и довольно долго. «Данный документ готовился давно. Мы с 2017 года вели переговоры. В 2019 году мы закончили переговоры и этот документ парафировали. Но поскольку потом был ковид на два с половиной года, мы не могли это подписать. Потом у нас, знаете, внутриполитическая ситуация изменилась, и мы тоже тогда не могли подписать. Но сейчас пришло время, где и стороны уже подготовили документ. Мы в прошлом году также планировали подписать, но не до конца было переведено соглашение на 27 языков членов Европейского Союза. Вот сейчас в этом году они закончили». Соглашение направлено на расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества со странами Евросоюза. Отдельные политологи считают, что с его подписанием Кыргызстан получает возможность раскрывать весь свой потенциал в торговле. «Подобные соглашения, они прежде всего дают возможность нашему бизнесу заходить на европейские рынки. Я понимаю, что, допустим, Европа очень много производит товаров. Но нам, между тем, нужно использовать свой шанс и найти ту нишу, та продукция, которая, допустим, будет востребована. И всегда об этом говорилось в контексте, допустим, наших предприятий, которые выпускают экологически чистую продукцию. Это вот такой достаточно уже известный посыл». Документ вступит в силу после ратификации. А это займет пару лет, поскольку наша страна подписывает соглашение не только с Европейским Союзом, но и со всеми 27 государствами-членами. Для вступления соглашения в силу оно должно быть ратифицировано во всех этих странах. «Данный документ будет после ратификации. С одной стороны, Кыргызская республика, мы будем ратифицировать этот документ в течение этого года, а другие 27 европейских стран, они должны тоже ратифицировать данный документ. По нашим подсчетам, 3 года, может быть, 4 года пройдет. Но нужно время 2-3 года – это точно до полной ратификации. После этого этот документ будет входит в силу и будет реализоваться полноценно». Нужно понимать, что этот документ экономического характера и, собственно, никаких политических или иных направлений при его реализации не будет. Таким образом, соглашение не будет препятствовать работе Кыргызстана с другими международными организациями. Как сообщил глава внешнеполитического ведомства страны в случае несоответствия стандартам ЕАЭС, приоритеты будут отдаваться Евразийскому экономическому союзу. «Прежде чем подписать, мы тоже, конечно, провели анализ, сопоставили возможности Европейского союза и соглашения и ЕАЭС. Наши эксперты подтвердили, что это соглашение не противоречит регламентам ЕАЭС. Нам важно сейчас для развития экономики, во-первых, увеличить торговлю между странами Европейского союза и привлечь высокие технологии, привлечь инвестиции для развития зеленой экономики Кыргызстана». Столь значимое соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Кыргызстанами и Европейским союзом подписали министр иностранных дел Кыргызстана Джиенбек Кулубаев, верховный представитель ЕАЭС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и исполнительный вице-президент комиссии Ваалис Домбровскис. Ахмур Нурдинова, Эльдар Анарбеков, ЛТР. Итоги недели.